итак как сделать игру типа бродилки в power point что я имею ввиду примерно вот такое то есть чтобы можно было фигурой теперь двигать не так а вот так и чтобы можно было пронумеровать то есть номерки сделать шариках как сделать добавляем фигурку шарик теперь нам нужно его раскрасить так как нам нужно в данном данной игре то вот я хочу чтобы это был желтый цвет и здесь есть параметры фигуры еще формат объемные фигуры чтобы она была такой о выпук более вы корм таким казался вот такой вот шарик control d это моего размножаем каким-то образом например вот столько у нас и теперь нам нужно соединить с помощью вот такой вот линии соединитель изогнутый либо со стрелочкой либо вот в две стороны направленную пусть вот такая вот если наведем на кружок тут возникают такие штуки и с этой стороны тоже и вот теперь они у нас соединены вот но тут плохо видно поэтому мы сделаем ширина скажем 10 вот у нас получается вот таким образом так завершение можно скругленное сделать тип соединения даже вот нужно выбрать скругленную и здесь тоже скругленная выберем им тоже скругленный наверное потому что она у нас слишком толстая поэтому так получается ну вот теперь мы можем вот эту линию тоже копировать и соединять вот следующие шарики control d не так уж долго нормально у нас как бы игра тоже не из 100 шариков поэтому можно сделать вот теперь посмотрим у нас все нормально то есть они друг с другом играют а теперь я хочу сделать чтобы у нас назад был переход поэтому сделаем ставка фигуры такую со стрелкой выберем и соединим вот здесь теперь возьмем формат по образцу выберем линию нажмем форматом по образцу и щелкнем у нас получается что толщина и все такое стало как надо исправим на красный цвет вот что у нас вернулась сюда линия дальше нам нужно исправить начальную стрелку то есть нас трет начально у нас нормальная а вот конечная как бы мы хотим чтобы она возвращалась на поэтому сделаем побольше вот у нас стрелочка так так но осталось самое модерное там нарисовать циферки поэтому можно написать парочку строк кода для нумерации это какие то есть возьмем все фигуры которые у нас на нашем слайде и если эта фигура овал то тогда мы запишем текст номерок да то есть возьмем переменную какую-то прислойную единичку и потом будем увеличивать чтобы у нас получились номера запущу этот макрос ну вот у меня цифры все проставить принципе можно было и там формат выбрать но как бы здесь тоже несложно то есть сделаем побольше пожирнее и черного цвета и вот у нас за пару секунд получилось вот такая игра осталось назначить с помощью вставка действия перейти по гиперссылке на какой-то адрес ставить задание там выполнены в каких-нибудь в веб-сервисах например либо продолжить здесь на слайдах какие-то задания делать и получится у нас огромный добавлю что вот эту заставку я сделал с помощью сервиса и apix картиночку сгенерировала шедеврами вот надеюсь было полезно на этом спасибо стоп